Что для женщины самое ценное? Вот запомните, любовь без уважения не бывает. Уважение это та сила, которая включает душу в человеке и дает возможность его любить. Вот человека можно любить или нельзя? Если человек закрыт, его нельзя любить, потому что он тебе не покажет ничего. Ценного, что у него есть, не покажет. Для того, чтобы человека можно было любить, он должен тебе показывать свою ценность, то, что у него ценного. Когда ты уважаешь человека, тогда он может тебе показать то, что дает возможность его любить. Что значит уважать женщину? Уважать женщину значит давать ей возможность наслаждаться жизнью раз. Давать ей возможность капризничать. Давать ей возможность быть слабой, не сравнивать ее с собой, давать ей возможность не принимать решения и считать ее самой красивой на свете. Это не значит, что она, мужчина, послушайте меня, это не значит, что она самая красивая на свете. Самая красивая на свете соседка. Чем моложе женщина, тем она красивее. Это коню понятно. Но жену надо считать самой красивой на свете. И тогда она для тебя будет самой красивой. Почему? Потому что ты, когда ее будешь уважать, у нее все в сердце раскроется. И как определить, что мужчина правильно себя ведет с женщиной? Женщина даже в возрасте выглядит красиво. Она не стареет. То есть она не болеет. Она чувствует себя очень хорошо. И она очень и очень и очень благодарна за это своему мужу. Ну то есть, вот это называется уважение к женщине. Уважение это такая штука, что если... Уважение означает глубокое понимание человека как личности. То есть, если ты всегда радуешься, как очень красивой своей жене. Даешь ей возможность капризничать. Вот. Мне жена пишет вчера. Говорит, я прошла 4 часа. Но это значит, что я должен ей написать, как прочистился организм. Там, что произошло. Я написал это. И говорю, молодец. Я пишу, молодец. Так держать. Она мне отвечает. Я тебе не солдат, чтобы так держать. Знаете, в чем прикол? Я перешагнул эту черту. То есть я ее намекнул, что типа тут вперед, только вперед. И сразу включился вот этот защитный механизм. Она же женщина. Она родилась для чего? Для счастья. Она говорит, я тебе не солдат. Я обиделась сразу на меня. Хотя ничего, вот в этом прикол. То есть я же ничего плохого не хотел вообще. То есть я порадовался за нее. Написал так, держать. Молодец. И сразу же такая обида женская. Я не солдат. И все. Дальше что я написал? Я написал. Мужчина подумал, да что я тебе сказал вообще? И начинает ругаться с ней сразу. Означает, не понимает женщину. Что я написал? Я написал, конечно ты не солдат. Я неправильно сказал. Извини. Будь просто счастлива. И все. Не обязательно по 4 часа ходить. Теперь, какой из этого будет результат? Результат будет такой. Она 100% будет дальше ходить по 4 часа. Раз. Второй результат. Она очень благодарна. То есть она мне написала ответ. Кстати, вы же знакомы с моей женой, да? А вы знаете, она сюда приезжала. Это тоже лекции читала. Понравилось вам? Нормально? АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо вам. Итак. Вот примерно так вот. То есть уважение к женщине. Вот эти все вещи, которые я сказал. Теперь вы, допустим, жене ставите условие. Или работали, или пошла вон. Она может пойти работать, но счастья у вас с ней все равно не будет, потому что вы плюнули ей в саму ее женскую природу.